Кто-то планировал смотреть фильмы прямо из окон своих железных коней, кто-то предусмотрительно взял с собой пледы, складные стулья и термосы, чтобы прохладной ночью в импровизированном кинотеатре было комфортно. Мы вот с сыном приехали на ночь кино, то есть именно посмотреть, дома нет такой атмосферы, то есть это обычный телевизор, обыденность, а здесь как бы получается, ну народ сближает, да, постоянно какие-то здесь чемпионаты, что-то проходит, мы уже как семейная традиция всегда приезжаем сюда. Мы впервые на подобной акции, нам очень нравится, это прикольно, что тут такая тусовка, коммуникабельность людей, мы встретили тут своих знакомых, нам нравится, что тут показывают именно русские фильмы. Напомним, с помощью народного онлайн-голосования для просмотра в рамках акции было выбрано три отечественных киноленты «Последний богатырь», «Рубеж» и «Танки». Начался показ фантастической сказки, завершился фильмом о войне. Кстати, в Барнауле кино этой ночью демонстрировали еще на трех площадках. В кинотеатре «Премьера и мир», а также в развлекательно-игровом комплексе «Барнаульская крепость». Помимо краевой столицы, ночь кино состоялась также в семи городах и районах края. Екатерина Шахова, Александр Антропов, Наши новости. Субтитры создавал DimaTorzok